Если в течение дня вас склонят ко сну, съедайте только 24 ложки еды. Вы увидите, что будете просыпаться в 3.30 утра. Прожевывайте каждую ложку еды 24 раза. И вы увидите, что пища не вызовет вялости. Скорее всего, если вы будете есть таким образом, то никогда не заболейте. Итак, если каждый раз во время медитации вы засыпаете, прежде всего я хочу, чтобы вы поняли, почему это происходит. Многие люди во всем мире не могут заснуть, даже когда хотят спать. Да. Многие люди ложатся спать и отчаянно пытаются заснуть, но у них не получается. Им приходится принимать таблетку, чтобы заснуть. В таком состоянии находятся миллионы и миллионы людей на планете. Так что, если на вас нападает санливый с днем, самое первое — проверить базовые показатели здоровья. Просто проверить, что не так в вашей системе. Что-то физически не так. Вы замечали, что когда вы болеете, вы спите гораздо больше, чем обычно. Не так ли? Потому что, когда что-то происходит в теле, энергии становится недостаточно для других тел. Тело хочет отдохнуть. Это первое. Второе — это пища, которую вы едите. Знаете, что обычно говорят людям, которые находятся на пути йоги? Вы должны съедать только 24 ложки еды. Я не говорю это всем. Если вы замечаете, что склонны засыпать в течение дня, съедайте не больше 24 ложек еды. Это значит 24 раза набрать полный рот. Почему 24? Не буду сейчас в это углубляться, но этому есть научное объяснение. Съедайте только 24 ложки. Полный рот не означает набитый рот. По сути, ваша живость и бдительность зависят от того, насколько хорошо вы управляете своими энергиями. И это крайне важно, если вы хотите медитировать. Речь идет не о том, чтобы выполнять 15-минутную медитацию в шуме. Если вы хотите стать медитативными в процессе своей жизни, тогда важна бдительность. Не только ума, но и ваших энергий. Ваши энергии становятся живыми и бдительными. Вот для чего вы делаете садану. Чтобы поддерживать энергии в таком состоянии, и чтобы способствовать этому, съедайте только 24 ложки еды. Начните с сегодняшнего ужина. Или вы хотите начать завтра? Попробуем сегодня, на ужине или завтра? Если вы съедите только 24 ложки обычного объема, вы увидите, что проснетесь в 3.30 утра. Да. В том, как в Индии рассматривают время, существует нечто под названием нимиша, что имеет отношение к числу 24. Вот почему съедают 24 ложки. Вы съедаете только 24 ложки, но тем не менее, на еду вы должны потратить столько же времени, сколько и тот, кто съедает полную порцию. Просто следите за теми в ашраме, кто съедает максимальные порции. Просто смотрите на их тарелки. Пока они не встанут, вы тоже должны сидеть. И не просто сидеть. Вы должны жевать. Так, чтобы каждую ложку пищи вы прожевывали 24 раза. Раз, два, три, четыре. Прожевывайте каждую ложку 24 раза. Тогда вы увидите, что вам потребуется больше времени, чем кому-либо другому. Но ваша пища переварится во рту, прежде чем попадет внутрь. Она не вызовет галости. Если вы как следует проживете пищу, вы увидите, что она не будет вызывать вялости. Если пища хорошо прижавана во рту, тогда утром вы проснетесь в 3.30. Чем же мне заняться в это время, садхгуру? Тем, о чем вы спросили. Медитируйте. Вы почувствуете голову в 3 часа, в 3.30. Вставайте, выпьете стакан воды и садитесь. Если почувствуете сонливость даже после воды, ничего страшного. Есть еще время до 5.30. Можете немного поспать. Либо, когда проснетесь первым делом, закончите туалет и все остальное, примите душ, оставьте волосы мокрыми. Вы сможете не засыпать во время садхуны до 8 часов утра. И если за завтраком вы также будете жевать пищу 24 раза, вам точно не захочется спать до ужина. Хорошо прожуйте пищу. Если вы хорошо ее проживете, пищеварительный процесс займет 1,5-2 часа. Затем вы почувствуете голод. И это состояние, в котором полезно находиться. Голод не означает, что вы должны есть. Если желудок пуст, это не значит, что вы должны поесть. Вам просто нужно выпить немного воды, и вы будете оставаться бодрыми. Вы будете очень энергичными. Вы не потеряете весе, потому что система научится правильно использовать пищу, которую вы съели, вместо того, чтобы просто переводить ее в отходы. Это принесет пользу миру с точки зрения и экономики, и экологии. И прекрасно отразится на вашем здоровье. Скорее всего, если вы будете есть таким образом, вы никогда не заболеете. Итак, 24 ложки пищи. Тщательно их пережевывайте. 24 раза каждую. Пища должна стать словно кашица перед тем, как вы ее проглотите. Вы увидите, у вас все будет хорошо. Вы сможете медитировать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!